Компактный смартфон и 2020 год не совсем совместимые вещи, ведь если еще 5 лет назад 5 дюймов это был достаточно большой экран, то на сегодняшний день производители выпускают девайсы 6,5, 6,6, 6,7 и даже 7 дюймов экраны. А я-то помню то время, когда 3,5 дюймовый iPhone 4 был прям вот самый норм. Итак, что же делать людям, которые в поисках компактного смартфона? Первое это смириться, пока что на данном этапе компактных смартфонов не будет. Второе это определить какой же девайс на сегодняшний день является компактным смартфоном. За основу я взял 3 девайса, Samsung Galaxy S10e, у которого размер 142,2 мм в высоту, 69,9 мм в ширину, 7,9 мм в толщину при 5,8 дюйм экране. Второй девайс это Sony Xperia XZ1 Compact, который при размере 129 мм в высоту, 65 мм в ширину и 9,3 мм в толщину при экране 4,6 дюйма. И iPhone X, который имеет размеры 143,6 мм, 70,9 мм в ширину и 7,7 мм в толщину при размере экрана 5,8 дюймов. Все эти три девайса я держал в руках и могу сказать, что они по-своему комфортно и удобно лежат в руках. Я бы так сказал, что в 2020 году это как раз вот и есть эталоны компактных смартфонов. Понятно, что и такие размеры сегодня достаточно сложно найти, но я постарался найти максимально приблизительные девайсы по размерам. Итак, будем идти от самого дорогого к самому дешевому. Самый дорогой в таких компактных размерах является Samsung Galaxy S20. При диагонали экрана 6,2 дюйма он имеет размеры 151,7 мм в высоту, 69,1 мм в ширину и 7,9 мм в толщину. И весит он всего лишь 163 грамма. На сегодняшний день это достаточно компактный девайс. Далее идет Samsung Galaxy Note 10, который имеет также 151 мм в высоту, 71,8 мм в ширину, то есть немного шире, нежели Galaxy S20 и 7,9 мм в толщину. При экране 6,3 дюйма. И вес у смартфона 168 грамм. Далее идет iPhone SE 2020. 148 грамм весит, 138,4 мм в высоту, 67,3 мм в ширину и 7,3 мм в толщину. Это кстати достаточно тоненький смартфон. Правда диагональ экрана всего лишь 4,7 дюйма. Это обусловлено тем, что у него достаточно большие рамки, что сверху, что снизу. Еще одним достаточно дорогим, но относительно компактным смартфоном является iPhone 11 Pro. И обратите внимание на его размеры в сравнении с iPhone SE 2020. 144 мм в высоту, то есть немножечко выше. 71,4 мм в ширину, что немножечко шире. И 8,1 мм в толщину, что потолще конечно же, чем у iPhone SE. Но тем не менее, его размеры достаточно близки. И у iPhone SE 2020 диагональ 4,7 дюйма. А у iPhone 11 Pro диагональ 5,8 дюйма. Причем, что его толщина 8,1 мм только за счет выпирающего блока камер. Сам корпус достаточно тонкий. Еще одним компактным смартфоном является Google Pixel 4. 147,1 мм в высоту, 68,8 мм в ширину, 8,2 мм в толщину, при весе 162 грамма и экране 5,7 дюйма. Также достаточно компактные размеры у Huawei P30. 149,1 мм в высоту, 71,4 в ширину, 7,6 мм в толщина, при экране 6,1 дюйм и весе 165 грамм. Также я не могу прийти мимо Galaxy S10e, который в высоту 142,2 мм, в ширину 69,9 мм и в толщину 7,9 мм. У него диагональ экрана 5,8 дюйма и вес 150 грамм. Вот тут по размерам прям вот очень даже хорошо. Еще на просторах интернета, возможно в был варианте, можно поискать iPhone XS, который при диагонали экрана 5,8 дюйма и весе 177 грамм, имеет размеры 143,6 мм в высоту, 79 мм в ширину и 7,7 мм в толщину. У Xiaomi есть один единственный аппарат, который может называться компактным смартфоном и это будет не какой-то допотопный доисторический девайс, это Xiaomi Mi 9 SE, который имеет высоту 147,5 мм, ширину 75 мм, 7,5 мм в толщину, диагональ экрана 5,97 дюйма и вес 155 грамм. Также относительно компактным смартфоном можно назвать Galaxy A41, хотя мне он не нравится по железу, но размеры 150 мм в высоту, 70 мм в ширину, 7,9 мм в толщину, экран у смартфона 6,1 дюйм и вес 143 грамма. Есть еще один интересный девайс, который очень кстати бюджетный, он стоит меньше 100 долларов, это Sharp Aquos C10, 141,8 мм в высоту, 72 мм в ширину, 7,9 мм в толщину, при экране 5,5 дюйма и весе 140 грамм. И последним тоже дешевым вариантом является Galaxy A01, он имеет размеры 146,3 мм в высоту, 70,9 мм в ширину, 8,3 мм в толщину, при экране 5,7 дюйма и весе 168 грамм. Так как это видео я делал достаточно долго, за это время уже успели представить Google Pixel 4a с экраном 5,81 дюйм, при этом он имеет именно те размеры, которые можно считать как компактный смартфон. 144 мм в высоту, 69,4 мм в ширину, 8,2 мм в толщина, при этом вес у смартфона 143 грамма. С моей колокольни топ компактных смартфонов выглядит именно так, я бы выделил конечно же iPhone 11 Pro, правда он слишком дорогой, также Galaxy S10e, но его правда сейчас фиг где найдешь, Sharp Aquos C10, я бы сказал так, что это дешево и сердито, ну а также Galaxy Note 10 и S20. Напишите в комментариях какой из девайсов вам понравился больше всего, возможно вы являетесь владельцем одного из этих девайсов, также напишите в комментариях его плюсы и минусы, также если я найду эти смартфоны по выгодной цене, я оставлю ссылочки в описании, там вы сможете перейти и посмотреть актуальные цены на тот день, когда вы смотрите это видео. На этом у меня все, спасибо большое вам за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, всем пока, до скорых встреч в новых видео.